Девушки отдыхают Каждое утро они будут рассказывать вам о том, что происходит за этими закрытыми дверями, о закулисье утреннего города и о том, сколько невероятных возможностей большой город готов предоставить вам сегодня. Этим утром с вами Леонид Марголин и Алиса Селезнёва. Сегодня в программе. Утренний дайвинг без аквалангов. Знакомство с подводным миром московского океанариума. С чувством с толком с установкой. Нескучные правила отдыха на природе. Стильное утро. Чем завтракает, где гуляет и во что наряжается модельер Алиса Толкачёва. Квест-рум. Интригующее погружение в атмосферу игры. Ну, наконец-то. Наконец-то, наконец-то. Я знала, что ты придумаешь, как сделать мое утро идеальным. Ты уже догадалась, зачем мы сюда приехали, да? Конечно, всё сходится. Торговый центр, покупки. Я вот как знала. Вчера даже кредит взяла с пиццы. Ты ничего не поняла. Никаких покупок не будет. Лень, ну как? Покупок не будет. А кредит я зачем брала? Я не знаю, зачем ты взяла кредит. Ты вообще часто совершаешь необдуманные поступки. Я? Я совершаю необдуманные поступки. Да раз в жизни, возможно. Захотелось как человеку, понимаешь? Говорила мне мама. Алис, мы не зря приехали. Именно здесь находится идеальное успокоительное средство. Скидки? Рыбки. Океанариум, экзотариум, как в сказке какой-то, да? Налево пойдёшь, коня потеряешь, направо пойдёшь, смерть найдёшь. Это подземелье какое-то, да? А какая разница? Можно идти куда хочешь. Стоит одинаково. Пошли? Пошли. Ты куда идёшь? Стой. Ну, договорились, что туда. Так, стой, подожди. Туда. Всё, вместе. Туда. Экзотариум. Всё, пошли. Пошли. Прежде чем отправиться к рыбкам, сперва заглянем к змейкам, хамелеонам и черепахам. Совсем недавно в торгово-развлекательном комплексе Рио на Дмитровском шоссе распахнул свои двери для первых посетителей экзотариум. На площади в 3,5 тысячи квадратных метров поселились более 100 редких видов животных из разных уголков планеты. В отличие от теплокровных, хладнокровные более прохладно относятся к началу дня. Спокойно ждут завтрака, замерев в картинных позах. Дело в том, что активность у рептилий напрямую зависит от температуры. И пока террариум не нагреется, они не шелохнутся. При низкой температуре у них не идут обменные процессы. Замедляется сердцебиение и при опускании температуры ниже 18 градусов они в оцепенение впадают. Конечно, в экзотариуме режим у рептилий не зависит от погодных условий. В природе рептилии зависимы от температуры окружающей среды. У нас в экзотариуме в 9 утра включается обогрев в теплый пол и у них начинается утро. Ящерица и змеи реагируют только на движущиеся предметы. И пока живой корм не движется, не шелохнется и хозяин террариума. Обитатели океанариума тоже просыпаются в 9 утра. Коралловые рыбки деловито снуют. Морские котики делают зарядку. У нас в океанариуме существует определенный распорядок. В 10 часов вечера весь свет выключается и в 9 утра он снова включается. Но это освещение для посетителей, чтобы осветить основные аквариумы и проходы. А в самом танке, где находятся рыбы, на ночь включается специальный синий свет, имитирующий луну. Для того, чтобы у рыб не возникало стресса между включением основного света и выключением. Главный биолог океанариума начинает обход своих питомцев как лечащий врач. По поведению любимых рыб он определяет состояние здоровья своих подопечных. Люсь, а пингвин, он все-таки рыба или птица больше, а? Пингвин – это птица, просто он очень плохо летает. Но плавать-то хорошо, может, все-таки рыба, нет? Пингвин – это птица, которая плавает хорошо, но плохо летает. Да вот пахнет он как рыба, я тебе скажу. Может, все-таки рыба, а? Алиса, ты меня вообще слушаешь? Пингвин, эй, иди сюда! Криви сюда! Понятно. То есть мы сегодня крабов смотреть не идем, да? Эй, вы что, крабов-то их в ресторане, что ли, не видела? Ну, пойдем посмотрим живых. Вон у него, смотри, какие лапы кожаные. Алиса! Иди сюда! Алиса! Смотри, там пингвин. Смотри, там пингвин, да. Смотри, вон там пингвин. Общий объем океанариума – примерно миллион литров воды. Здесь обитает около четырех тысяч различных особей. Многих рыб в России можно увидеть только здесь. Например, арапаем, живущих в Амазонке. У арапаем деликатесное красное мясо, но чтобы поймать арапаем, можно приложить немалые усилия, можно даже лишиться жизни. Потому что эта рыба – очень крупный, агрессивный хищник. И в процессе поимки может просто переломать человеку позвоночник. Эти рыбы – и сами прирожденные охотники. Они питаются водоплавающими птицами. Иногда могут закусить и зверями, которые пришли на водопой. А основная их пища – это рыба, на которую они охотятся из засады. Но, конечно, больше всего гости океанариума ждут встреч с акулами. Два лаза это было. Мне понравились большие рыбы, акулы. Акулы такие большие. Они красивые, и они такие синие. Кому-то это не акула, а они похожи немножко на небо. В нашем главном танке с акулами обитает несколько видов акул. Но самые большие и страшные среди них – это акулы-няньки. С наступлением утра замирают и ложатся и спят целый день. На первый взгляд довольно милые и безобидные. Но свет в аквариумах полностью не выключают даже ночью. Иначе через пару секунд начнется кровавая бойня. Если в аквариуме выключить свет, то акулы тут же себя проявят, как грозные хищники. И съедят половину обитателей этого аквариума. Эх, бывало, с утра с дедом на речку сядем, с Настей нашей закинем, удочки там всякие, донки, и ждем, пока клюнет. Ну и что, получалось вот таких вот экзотических поймать? Нет, у нас помельче были. Ротаны там всякие, пискари. За такими надо было на Десну ехать. На Десну? Олес, ну я шучу, конечно. Такие, знаешь, такие только на оке водятся, скорее всего. Чтобы я еще раз тебе поверила. Стой, подожди, куда ты руку соберешь засовывать? Я за хвостик потрогаю. Это же из хат, стой. Он может быть электрический. И что? Он тебя запомнит, найдет и через розеточку ударит током дома. А как он мне найдет? Как у меня ударит? Я думаю, не на крашеный хожу. Он меня не узнает. Ну, не на крашеный я тебя не узнаю. Вот. Не все рыбы в аквариуме агрессивны. Есть и вполне дружелюбные особи. Самые ручные – золотые рыбки. Декоративные карпы кои. В переводе с японского кои означает «гармония». Считается, что кои обладают интеллектом, а буддийские монахи чтут их как священных животных и кормят из рук. Особо высоко ценятся кои, обладающие яркой окраской и красивыми иероглифами на боках. Любоваться на них можно часами, загадывая на понравившуюся рыбку желание. Чаще всего посетители загадывают вернуться сюда снова. Ох, и каково же это – жить в неволе. Да тяжко, тяжко, Алис. Ты-то откуда знаешь? Да было дело по малолетству у меня. Леонид, ну ты же постоянно у меня, а? Ты посмотри, вот, в глаза вот эти посмотри, а каждый день за этим стеклом. Ни свежего воздуха тебе, ни природы. Алис, ну отпустишь ты их на волю в океан. И что они там будут делать? Они же не знают, что делать на свободе. Ой, ну а ты как будто бы знаешь. Конечно, знаю. Ну, шашлыка можно пожарить, волейбольщик поиграть. Зелен ты, Леня, зелен! Я тебе сейчас расскажу о золотых правилах, так сказать, канонах отдыха на свежем воздухе. Вот где настоящий релакс, да? Эй, эй! Для городского жителя выбраться в лес на пикник уже целый поход. Тем более, если житель этот девушка. И на природе ей предстоит провести весь день. Мужчина? Мужчина не подскажет, как добраться до ЦУМа? Ага, понятно. Это только дилетанты думают, что для пикника достаточно мангала и раскладного стула. Опытные походники знают. Без сказки и громкоговорителя в лес лучше не соваться. Мужчина? Мужчина, добрый человек. Здрасте. Меня зовут Алиса. Меня зовут Сергей. Сергей – путешественник со стажем. Даже работу себе выбрал, чтобы с вылазками на природу совмещать. Приезжает со специальной сумкой на всякий походный случай. Но содержимое ее мало похоже на арсенал любителя рыбной ловли или охоты. Здесь скорее набор для выживания в любых условиях. Какой красивый цвет! Давайте я за вами поухожу. О, плед-невидимка, да? Оп! Все, нет меня. Теперь общайтесь сами. Продолжаем? Конечно. Итак, для отдыха на природе вам понадобится теплый плед, термос с горячим чаем и набор острых длинных ножей. Помогите! Шашлык остывает! Но если так случилось, и предметы первой необходимости вы оставили дома, не расстраивайтесь. Их всегда можно выиграть. Ведь походники, как известно, народ азартный. И легко поддаются на уговоры сыграть партию другую. Может быть, сыгранем? Давайте. На что? А на вашу сумочку. На все, что в ней есть? Конечно, конечно. Да почему бы и нет? Кстати, в лесу неопытные путешественники тоже бывают полезны. Пусть у Алисы нет с собой котелка и ножа, зато музыкой и хорошим настроением она обеспечит наверняка. Я, как диджей с многолетним стажем, скажу вам, для того, чтобы отдых на природе действительно удался, нам нужно взять с собой музыку. А вот для этого незаменимыми условиями похода являются беспроводные аудиосистемы Sony. Вот, например, система X5. Несмотря на небольшие размеры, она отличается высоким качеством звука. Кроме того, она способна зарядить любой девайс. В походных условиях нужно только захватить с собой USB-провод. Между прочим, у нее очень мощный аккумулятор. А если вы все-таки экономите место в своем рюкзаке, тогда вам подойдет такая компактная модель, как X2. Между прочим, звук у этой малышки очень мощный. А если вы опасаетесь, что вас в походе врасплох может застать дождь, тогда я вам очень рекомендую водонепроницаемую модель X1. Она сможет проплавать с вами в озере до 12 часов, при этом услождая ваш слух песней. Кроме того, все эти системы можно использовать как громкую связь. Они соединяются с телефоном по Bluetooth и NFC. Представляете, одно движение руки, и ваши друзья с другой стороны планеты поют песни вместе с вами на весь лес. Теперь всем точно будет не до шашлыка и бардовских песен у костра. Ведь с хорошим диджеем любой поход превращается в дискотеку. Леня, знаешь, о чем я сейчас думаю? О том, что вот эти морские звезды такие же сочные, как крабы, да? Вот тебе вот только вот желудок набить, а? Да нет, ну вы не права. Ну как не права, права. Я глядя на этих морских звезд, думаю, а кто же нас сегодня звездный гость? А вот это интересно. И принесет ли он нам что-нибудь вкусненькое, а, покушать? Да сейчас. Сегодняшнее утро мы проведем вместе с известным модельером Алисой Толкачевой. Она, как и кэроловский персонаж, как будто тоже бывала в зазеркалье. Фантастические платья и умение на обычные вещи смотреть под другим углом. Сегодня я решила позавтракать в ресторане и выбрала пряности и радости, тем более он недалеко от моего дома, и закажу что-то очень необычное. Легкий салат, орехи с сухофруктами, каша на воде, обычный завтрак модельера. Она придерживается аюрведического питания, по которому кисломолочная продукция ей противопоказана. Но сегодня день непослушания. Я, конечно, хочу сырники со сметанкой, мацони. Давайте мне просто мацони. Вот я буду есть сметану, мацони и сырники. Вместо кофе – чай с лимоном. С большим количеством лимона. Я вообще люблю все зеленоватое и кисловатое. Я даже яблоки всегда выбираю такие недоспелые. И сливы люблю недоспелые. Вот как бы я думаю, что это такая моя особенность с детства. Может быть привычка, когда я не могла дождаться у бабушки, когда поспеет что-то. Место приятное, но задержаться надолго Алиса здесь не может. Спешит на радиоэфир. Для меня не проблема приехать на совсем утренний ранний эфир, потому что я приезжала на прямые эфиры на каналы и в 6 утра, и в 7 утра. За кадром и в кадре Алиса держится уверенно. Признается, ей не раз предлагали стать теле- и радиоведущей. Но любимое дело для нее важнее. По дороге в мастерскую Алиса часто заезжает в сад имени Баумана. Гулять там может часами. Что еще, если не природа вдохновляет художника на творчество? Смотрите, какая красота здесь. Аллея из винограда, практически в цвет моего костюма сегодняшнего. И настроение чудесное. А буквы с названием сада напоминают Алисе об одной из ее коллег. Вот эти вот выгоревшие куски травы очень мне напоминают такое, знаете, сухое сено. И у меня в свое время была коллекция «Дикие лебеди», которая была на фоне сена. И даже в ходе того, что у модели было сено в волосах. Прогулка была недолгой. Алиса торопится в мастерскую. Через несколько дней Алиса примет участие в фотосессии для одного из глянцевых журналов в качестве модели. Сегодня примерка. Вот это платье. Оно называется «Северное сияние». Мы все расклеивали, потому что я очень люблю вышивку ручную, я очень люблю расклейку. И чтобы не говорили, ну хватит, надоело блестящее, мне не надоело. Хозяйка мастерской на минуту удаляется. Находим мы Алису уже в зазеркалье. Чудесное преображение из модельера в модель. Сегодня было, по-моему, идеальное утро, потому что насыщенное, с радиоэфиром, с прекрасным завтраком, где были сырники, которые не всегда себе позволяю, с потрясающей прогулкой по парку и фотосессией там же. И, конечно же, моей любимой работой с моими любимыми платьями. И я хочу, чтобы таких утр у меня было побольше. Лёня! 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 Да что ж такое, Алис? Я думала, ты бросил меня здесь, в этом подземелье. Здесь катакомбы такие, знаешь, как страшно? Ну, не преувеличивай. Я не преувеличиваю даже. У меня, между прочим, здесь каустрофобия начала развиваться. Но ты ни разу в жизни не была в помещении, в котором может развиваться каустрофобия. Это где это? Это в съёмной однокомнатной квартире, что ли? Да нет. Это в специально созданной комнате для квеста в реальной жизни. Что это такое? Сейчас узнаешь. Это страшно? Это интересно. Там много места? Нет. Там корма? Нет. Зачем мы тогда туда пойдём? Представьте себе уютную детскую комнату в стиле 90-х годов. На полках расставлены мягкие игрушки. В общем, полная ностальгия. У этой комнаты есть только один недостаток. Из неё невозможно выбраться, пока вы не найдёте все подсказки и не узнаете код от замка. Этот квест, его в принципе цель не только решает, собственно, головоломки, но и задеть всех гостей за душу, именно вспомнить своё детство. Следующая комната, если и задевает за душу, то лишь определённую группу людей. И переживания тут совсем не детские. Полная реконструкция тюремной камеры. С двухъярусными нарами, расписанными стенами и прочими атрибутами этого быта. Правда, на американский манер. И действительно, от отечественной и на родине зарекаться не стоит. А тут, как-никак, экзотика. Мы проводили исследования целые относительно тюрьмы. Нашим гостям им знакома именно большая американская тюрьма. В частности, наша камера воспроизводит антураж Алькатраса, только чуть-чуть страшнее. Проект «Экзит Геймс» — это игровой квест. Состоит из четырёх разных комнат. В каждой своя оригинальная обстановка, история и загадки. Помимо тюрьмы и детской, здесь есть реставрационная мастерская и офисное помещение. Кроме игры, квест ещё приносит удовольствие от нахождения в нём. Вы примеряете на себя какую-то роль и живёте в ней. Создавали этот проект, ориентируясь на заядлых компьютерных игроков. Теперь элементы онлайн-игр можно повторить и в реальности. Вдвойне интересно, что на паузу тут не нажмёшь. На всю игру отводится 56 минут. За это время игроку нужно найти подсказки в комнате и при помощи логики, математических вычислений, а иногда и литературных познаний, подобрать шифр к замку. Поэтому первое правило квеста — чтобы победить, правильно выбирай команду. Если, соответственно, у вас один будет математик, другой будет человек внимательный, другой может быть начитанный, создаётся идеальная команда, и тогда у вас есть все шансы на успех. Перед началом квеста все участники проходят инструктаж. Им рассказывают легенду, по которой развивается сценарий игры. Ставят таймер на время и закрывают дверь. Эта команда под загадочным названием «Бобры и принцесса» поставила новый рекорд. Квест-офис пройден всего за 30 минут. Нам интересно, здорово, мы хотим в следующую комнату. Игроки, которые и в реальности работают в офисе, видимо, решили не менять привычную обстановку. А правда, что наша жизнь? Игра. А здесь ещё и хэппи-энд предусмотрен. Да ладно, вот это здорово. Алис, всё-таки купила, да? Не стерпела? Конечно, на память. А не боишься, нет? А чё, она же ручная, дисциплинированная? Я просто один раз купил себе вот такого тигра воздушного, дома его оставил, а сам на три недели в отпуск уехал. Он за это время сдулся, на пол опустился, я захожу в комнату, а там тигр по полу ползает. Я очень спугался. Лёнь, ну тогда чё, на магнитик, что ли, поменять? Да. А с другой стороны, ну как магнитик-то? Ну вот я вот на холодильнике его повешу, ночью подойду к холодильнику, открою дверь. Ты ночью ходишь к холодильнику? Ты кушаешь ночью? Лёня, ты ничего не слышал? Спалилась, друзья, с вами был Леонид Марголин. Алиса Селезнёва. С про Сони. Увидимся в следующий раз. Возможно, если я в кадр влезу. Субтитры подогнал «Симон»!